Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот сегодня 12 мая. Вчера я показывала, как я начала высаживать свои сеянцы, рассаду томатов в открытый грунт. Но как я сразу сказала, что возможно не успею высадить всю грядку. Я не успела, вот там остался небольшой кончик. Сегодня утром вышло, у нас льет проливной дождь. Хорошо, что грядка уже вся подготовлена, промаркирована. Осталось только воткнуть. Вот эти два лотка я буду досаживать сегодня. Буду ждать, конечно, может быть дождь кончится. Но если не кончится, такая погода хорошая для высадки, она мокрая, все. Но я хочу сказать не о том. Я хочу сказать, многие спрашивали, при каких температурах можно вот такие посадки держать открытыми, а нужно или нужно срочно закрывать. Я еще зимой говорила, что я всегда выбираю для посева тот день, у которого следующая ночь будет теплая. Вот вчера я сказала, что будущая ночь будет плюс 10, и если я не досажу, то я оставлю все так, брошу. Вот видите, грядка ничем не укрытая, была ночь плюс 10, у меня здесь и рассада высаженная на грядке, и вот эти вот в лоточках, они все стояли на улице без укрытия. Это уже проверено моим опытом. Я лично до 10 градусов оставляю на улице без опаски. Я вот еще в теплице весной снимала, какое понижение температуры выдерживают томаты. До 10 градусов я за них не расстраиваюсь. Но вот будущая ночь, которая будет сегодня, будет 5 градусов у меня, а следующая 3 градуса, это уже недопустимо. Ну нет, они выжить-то, конечно, выживут, ничего с ними не сделается, они не подмерзнут, листья у них не почернеют. Но вот такие понижения 3-5 градусов могут потом пагубно сказаться на корневую систему. Все-таки вы понимаете, что они в мокрой земле. Если еще 3 градуса, это вообще уже почти ледяная. И вот если они длительно будут находиться, например, день, два, три, в мокрой, холодной, вот в такой сырой земле, возможно, у них начнутся корневые гнили. И та прекрасная, шикарная корневая система, которую я вам вчера показывала, когда промывала корешки и показывала, что у них белые корни, никакими болезнями не испорченные, они могут быть другими. Они покоричневеют, будут темненькие, уже будет потом не тот эффект, вот эта вся их сила и крепость, которая зависит от корневой системы, она пропадет. Так что вот на все вопросы, которые и зимой мне задавали, и сейчас уже интересуются люди, кто хочет вот так массово выращивать рассаду без теплицы, сразу говорю, что я ниже 10, но край это 8 градусов. Я не оставляю. Да, на выживаемость можно, если что-то уже вообще там, если вам стало плохо или вам хуже, чем томата, можно, конечно, все бросить. Но если вы хотите вырастить здоровую, крепкую рассаду, не просто вырастить ее, а именно вырастить здоровую, чтобы люди потом вам сказали спасибо за нее, ниже 10 градусов не оставляйте. Лично я так делаю. Ну, вообще много экспериментаторов. Может быть, кто-то попробует выращивать и при более низких температурах. Я все эксперименты всегда одобряю, приветствую. Но на себе я уже проверила, что низкие температуры ухудшают качество рассады. Все. Вот сегодня буду ждать, когда дождь кончится. Досажу вот эти, дотыкаю. Это очень, я вчера еще говорила, это очень процесс длительный, очень сложный. Вот вчера петрушу высадила. Ой, Демидов начала высаживать петрушу. Вот эта грядка только для Демидова и для петруши. И сегодня в ночь нужно обязательно накинуть хотя бы одну нетканку и один полиэтилен, чтобы у них там начал создаваться термос. К завтрашней ночи, когда будет 3 градуса, они должны там уже надышать. Тепло у них там все равно под пленкой появится. И оставляю открытыми, только когда 10 градусов ниже нужно прикрывать. До свидания. С вами была Ольга Чернова. О том, при каких температурах я вот оставляю свою рассаду открытой. У нас ливень ужасный. Нынче погода ничего не дает нам садить. Собрались садить картошку, уже вскопали землю, все, но теперь там опять квашня, болото. Как мы нынче будем высаживать, не знаю. Я сегодня мужу говорю, наверное, до июня будем сидеть вот так с голыми огородами. Но что поделать, в такую погоду ни лук, ни картошку не высадишь, просто потому что грунт не поддается вот этому вот, ни лунку выкопать, ничего. Все, еще раз до свидания. Это Ольга Чернова и наша ужасная погода. Весна такая не очень радостная. Вышло сегодня утром, вот сейчас 8 утра, темно, сыро. Не хочется вообще выходить что-то делать. Но делать нужно, так как я ответственна вот за эти саженцы, раз уже я начала их высаживать. Грядку я сегодня доделаю. Продолжение следует...